В горячую линию обратились жители оползневой зоны Темрюка. Рассказали, что несколько лет назад их должны были расселить, но до сих пор люди вынуждены жить в опасном месте. Горячая линия сейчас попробует разобраться в этой истории. Навигатор улицу Новицкого не находит. Как проехать, нам объясняют по телефону. Жители предупреждают, дорога может обвалиться, поэтому едем осторожно. Галина Легких сразу ведет нас в свой двор. Там ждут остальные жители окраины. Всего четыре семьи. Те, кого должны были отсюда переселить, но до сих пор не переселили. Постепенно улицу всю выселяли. Этим занималась районная администрация. И последнее отселение было в 2007 году. Глава Темрюкской городской администрации Александр Войтов нам объяснил, денег на переселение в бюджете нет. Проблема? Бюджет 250 миллионов. На дорогу вывезли его, и он умер. Семья Галины Легких купила дом в Темрюке летом 1993 года. Тогда женщина и предположить не могла, что здесь зона оползней. В 99-м году начались оползневые процессы, активные, на улице. И было решение принято, что оползневая зона опасна для жизни, отселять людей. И началось отселение. В списке были и эти четыре семьи. Но в 2007 году полномочия по переселению из оползневой зоны перешли от районной власти к городской. Процесс остановился. Теперь по прошествии 10 лет власти считают, что жить в этом месте стало безопасно, говорит Галина. Эта же администрация говорит нам, пишет, что проживание опасно, ремонты нецелесообразны, надо только выселять и уничтожать дома. У каждого на руках есть заключение независимой экспертизы, где написано с жирным шрифтом. Дома непригодны для проживания и восстановлению не подлежат. А зачем вы каждый год делаете акты? Она заставляет. Иначе мы вас выкинем из списков. Но на руках у Галины Легких есть бумага из департамента ГО и ЧС, что деньги выделены на переселение всех жителей, указанных в этом списке. И эти четыре семьи здесь тоже есть. Выделено из краевого бюджета 23 286 400 рублей. Вот этой суммы должно было хватить на весь вот этот список. И на нас тоже. Галину Легких даже пытались вычеркнуть из очереди оползняков. Ей пришлось восстанавливать свои права через суд. В решении краевого суда четко прописано, жилье ее семье должна предоставить администрация Тимрюка. Жители оползневой зоны ведут горячую линию на экскурсию. Это дом Галины Легких. Вы год назад делали капитальный? Да. Все это обдиралось, все это штукатурилось заново, заделывались трещины. Тут вот опять трещина образовалась, опять трещина, вот опять ее рвет. Опять ее рвет. Он лопнул, а стекло, потому что... Это же стекло лопнуло? Да, он стекло лопнуло, потому что как угодно пляшет дом. Дом расползается, несмотря на то, что снаружи он укреплен бетонной конструкцией. Это вот рельс, железобетонная тумба, железобетонный карниз вот такой, для того, чтобы... потому что он валился в эту сторону. Мы его подперли отсюда, вот таким макаром. Такие же рельсы подведены, но они там под землей. Вот этот отлив, он тоже подперт вот такими же рельсами. Следующий дом, в который нас привели, Галины Поляковой. Говорит, ремонтные работы в нем не прекращаются. Стена у нас падает, мы ничего сделать с ней не можем. Вот так эта стена выглядит со стороны улицы. Галина Полякова говорит, что чем только ее не укрепляли, все равно обваливается. Как давно в таком состоянии стена? Ну, у меня зять закидывал ее. А вот это вот он специально кирпичом... Ну, оно обвалилось все. Зять пытался уже белым кирпичом этот целый. Оно опять все отошло. А это, собственно, улица Новицкого, про которую жители говорят, ее нет не только в навигаторе, но и для чиновников. Как нам говорит глава города, что вас там четыре человека, я с вами заниматься не буду. Я буду заниматься там, где у меня живет 300 человек. Дом Натальи Ивагиной снаружи выглядит хорошо. Свеженький ремонт. А вот внутри дома видно. Стены, пол и потолок перекосило. Наталья устала делать ремонт. Стенка наклоном стоит, видите? Да. Ну, вот что, куда деваться? Перекос. Перекос до мух. Ко всем бедам, говорят жители, добавилась еще одна. В опасной близости к оползневой зоне местный предприниматель построил торговый центр. Торговый центр, южный город, построен на горе. Через огород протянули трубу для сточных вод. А здесь у нас уже вот дорога пересекается, и все. Здесь идет все самотеком. Оползень, вот это ползет. Плюс еще вот это добавили. Оно еще больше ползет. Трогать горизонт нельзя. Но зато вот это делать можно. Из-за стоков торгового центра, считают люди, начала осыпаться дорога. И вот этот оползень, он так двигался на дома. А когда вот этот коллектор поставили, еще больше оно все движется. Поэтому на Новицкого не хочет ехать ни одна экстренная служба города. У Натальи муж так и не дождался скорую. На дорогу вывезли его, и он умер. У нас температура была 39,5. Нам сказали выходить вон туда, где блоки, перед спуском. Только тогда мы вам окажем помощь. Ни милиция, ни пожарные. И не дай бог где-то горит. Звоним пожарную, говорят, сами хлопайте. Хлопайте. Срывайте ветки и хлопайте. И хлопайте. Газа в домах нет и не будет. Проводить газопровод в опасной зоне запрещено. Отопление дровяное. Но доставить сюда дрова тоже проблема. Дорога осыпалась. Если начнутся дожди, грязь, даже на своих машинах никто не проиграл. Потому что стягивает машину туда. Рассчитано на каждого человека. Куда делись тогда эти деньги? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как обычно, горячая линия пригласила на улицу Новицкого тимрюкских чиновников. Но ехать к нам они не захотели. Поэтому вместе с жителями мы приехали в администрацию города Тимрюка сами. Глава Александр Войтов нас встретил в своем кабинете. Мы обращались к вам в Министерство Браговое ЧС и Министерство экономики. О том, чтобы нам помогли из бюджета края на переселение людей. Но мы встретили. Нет таких программ, и денежных средств, видимо, не будет. К тому же, заявил Александр Войтов, эта зона у чиновников оползневой не считается. Это не является ЧС. ЧС не объявлялась. Мы связывались с краем, у нас есть письма. У нас в этом году активизировался оползник. Мы пригласили фирму, которая обследовала. И теперь, говорю, для того, чтобы вам принять решения какие-либо, вам нужно около 6 миллионов. Для обследования, ну, уже более детально. Мы пригласили их, они нам сказали, мы там есть органические движения, транспорт. Мы говорим, что вы все сделали правильно. Но это не маленькие деньги. А дома жителей, по мнению главы, разрушаются от собственного бесхозяйственного отношения их владельцев. Мы же сами были. У вас нет жилобов, у вас нет отмозг. Вы сами себя топили. Ну, куда оно, что делать? Горячая линия посчитала нужным рассказать главе и про слив канализации торгового центра, который устроил местный бизнесмен. Когда водоотведение делается, там, я не знаю, как-то, ну, не просто вырывают канавку в земле, но там как-то ее благоустраивают. В крае, в водоотведение. Да, ну, вы видели эту канавку? Я видела. Она просто выкопана лопаткой. Ну, поедем, рассмотрим. Но горячую линию интересовал еще один вопрос. Почему в 2007 году четыре семьи так и не расселили, если деньги на это были выделены? Ответить на него Войтов не смог. Тогда мы поехали в районную администрацию. В кабинете заместителя главы района Евгения Пранько начали детально разбираться в проблеме жителей улиц Новицкого и Муравьева. В 2006 году они должны были быть расселены. Почему эти четыре семьи тогда не расселили? Ну, я не могу вам сказать за 2006 год. Мы сегодня живем в 2017 году. Мы изучим... Позвучий уже не было. Вы же сами говорите, что вы знаете о том, что... Они вот здесь есть. Нет, ну, они здесь есть. Давайте сделаем так. Мы изучим материалы, я их вижу сегодня первый раз, да? То есть, как бы, артурный отдел, мы получили поручение, я сегодня дал. Они подойдут эти документы. Я бы просил вас оставить копию, думаю, что специалист от снимет, чтобы мы тоже изучили. То есть, сейчас ответить на вопрос я не смогу, потому что нужно изучить документы. Если заложено определенное количество денег, и оно все рассчитано на каждого человека, куда делись тогда эти деньги? Поступали денежные средства или нет, нам пообещали ответить в письменном виде. А пока мы пообщались с кандидатом географических наук, доцентом кафедры геоэкологии и природопользования Кубанского государственного университета Дмитрием Шуликовым. Он рассказал, может ли оползневая зона стать неоползневой. Говорить о том, что если прекратились оползневые движения, о том, что они прекратились вообще, как бы, ну, нельзя. Они просто прекратили свои движения или затухли на определенный период времени. Что делать, если домовладение пострадало от природных катаклизмов, нам рассказал эксперт Андрей Силаков. Если возникают какие-то чрезвычайные ситуации, происходящие на территории домовладения, либо земельного участка, которым владеют граждане, следует, прежде всего, обратиться в органы МЧС для того, чтобы приехал необходимый специалист определить степень этой проблемы, определить характер этой проблемы. То есть является ли данная зона зоной чрезвычайной опасности, то есть при возникновении оползней, трещин земли, либо землетрясений, еще чего-то прочего. Если есть заключение, что зона является опасной, то следующей инстанцией для обращений должна стать администрация муниципалитета. В этом случае администрация выносит под законы акт, который устанавливает характер тех мер, которые применяются в отношении жилья, либо граждан, которые находятся на территории зоны чрезвычайной опасности. Как правило, здесь каждая администрация выносит собственные акты относительно этих вопросов и порядок действий, либо порядок расселения, либо порядок выплаты компенсации. В случае объявления чрезвычайной ситуации нужно написать заявление в администрацию муниципального образования на расселение. Жители должны будут внести в списки нуждающихся в переселении граждан. Если чрезвычайная ситуация объявлена, а чиновники бездействуют, следует идти в прокуратуру. Прокуратура проводит проверку, и по результатам этой проверки уже возбуждается либо административное дело, либо уголовное в отношении тех сотрудников администрации, либо тех органов, которые нарушили по своей полномочии. Конечной инстанцией в решении этого вопроса будет суд. К служителям Фемиды могут обратиться как сами жители опасной зоны, так и прокурор. Проблема. Домовладение пострадало от природных катаклизмов. Решение. Обратиться в МЧС, обратиться в администрацию муниципалитета, обратиться в прокуратуру, обратиться в суд. Когда программа готовилась к эфиру, власти Темрюкского района прислали горячей линии письмо. Написали, им нужно больше времени, чтобы выяснить, куда исчезли средства, выделенные на переселение людей из опасной зоны. И были ли эти средства выделены вообще. А тем временем городские власти частично отсыпали дорогу к улице Новицкого, их жители прислали нам фотографии. Галина Легких считает, что этой подсыпки надолго не хватит. Горячая линия обязательно расскажет, чем закончилась эта история. Если вам нужна помощь и вы потеряли веру в справедливость, звоните нам в программу «Горячая линия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова